Здравствуйте, друзья! В нашем автосалоне RDM Import очередное поступление. На этот раз у нас вроде бы и обычная распространенная машина, но с необычными характеристиками. Итак, к нам на продажу поступил автомобиль Suzuki Grand Vitara 2008 года выпуска. Таких машин на самом деле на вторичке продается очень много, но этот автомобиль, можно сказать, уникальный. Машину мы забирали у официального дилера из Трейдина. И есть несколько причин, по которым мы ее забирали и почему она обязательно должна понравиться кому-то из потенциальных покупателей и зрителей нашего канала. Так вот, чем она так хороша? Вроде бы машина 2008 года выпуска и когда смотришь объявления о продаже таких автомобилей, куча хозяев, большие пробеги, состояние, ну просто брать такие машины нельзя. Кругом обман. Так здесь один хозяин, машину покупали в 2009 году, представляете, второе. У автомобиля полностью заводской окрас кузова. Мы все это дело проверили, на базе нашего автосалона есть диагностический центр и мы все проверяем. Так вот, кузов здесь 100% в заводском окрасе. Естественно, здесь оригинальный подтвержденный пробег. 124 тысячи это хороший пробег для машины, который на данный момент 12 лет. Вот минимальный, так скажем, набор данных, по которому уже эта машина становится реально интересной для многих покупателей. Но на самом деле это еще не все. Машину эту всегда обслуживали у официального дилера. Здесь есть сервисная книжка, там все отметки стоят о том, что именно там она обслуживалась. После окончания гарантийного срока тоже хозяин туда ездил. И сейчас перед продажей эту машину тоже обслужили. У нас есть все подтверждающие документы. То есть здесь все масла свежие, все расходники, все-все-все, что требовалось поменять, было устранено. То есть этот автомобиль реально можно взять и дальше ездить и не вкладываться еще очень долгое время. Еще учитывайте то, что машина это настоящая японская сборка. Сузуки до сих пор машина собирает только там для нашего рынка. На самом деле, друзья, список бонусов у этого автомобиля не кончается. Начнем с внешнего вида. Помимо того, что автомобиль очень шикарно выглядит на свой возраст, красивый цвет на самом деле. Ну а на вкус и цвет, конечно, фломастеры разные, но лично мне нравится машина вот именно в таком цвете. Здесь установлены дополнительно парктроники по кругу, спереди и сзади. Дополнительно хромированные стальные декоративные дуги и туманочки. Кстати, в фарах ближний ксенон. Вообще машина в самой максимальной комплектации. То есть все, что может быть в Гранд Витаре этого года, здесь оно все есть. Ну и есть вот как бы дополнительные опции. Также обратите внимание, что машина стоит на оригинальных 17-х литых дисках. Они целые, без каких-либо царапин. И вообще по кузову тоже нет каких-то серьезных дефектов. Естественно, машина не новая. На бампере, на капоте есть незначительные сколы. Без этого никуда. А в целом какие-то вмятины и еще раз повторюсь дефекты здесь отсутствуют. Машина реально отлично выглядит на свой возраст. Что касается технической начинки этого автомобиля. Вообще на Гранд Витаре устанавливали несколько моторов. Двушка, 2,4, 2,7, 3,2. Здесь установлен 2,4. Рядная четверка, на мой взгляд, самый оптимальный вариант. Потому что все, что выше, это V6. И там будет расход топлива очень большой. 2 литра для города нормально. Если вы машину загружаете, то чувствуется недостаток мощности. 2,4 в принципе золотая середина. Как я сказал, пробег 124 тысячи. Для настоящего японского мотора, можно сказать, что обкатку прошел. Что касается коробки. Для многих важный вопрос. Потому что не все еще готовы эксплуатировать машину на вариаторе. Здесь обычный четырехступенчатый автомат. В этом есть плюсы, есть и минусы. Но для тех, кто ищет автомат, вот Гранд Витара это то, что нужно. Ну и привод здесь постоянный, полный. На центральной торпеде есть рычажок. Можно включить понижающий режим. Есть межосевая блокировка. В общем, в целом, в теории можно сказать, что эта машина достаточно проходимая. На фоне других кроссоверов в условиях какого-то легкого бездорожья. Что касается коррозии, ржавчины и так далее. Каждый автомобиль, который к нам поступает, он полностью проверяется. И вот что касается коррозии, здесь ее нет. Под капотом это особенно видно. Машина реально целая. Багажник в этой машине, так скажем, средних размеров для кроссоверов. Есть машины, где он меньше, есть где больше. Хорошо, что сидения второго ряда складываются книжечкой. И объем этого багажника увеличивается, ну, наверное, более чем в два раза. В этой машине полка сохранена. Это проблема многих кроссоверов. Полка теряется где-то. В целом, пластик порядки, не зацарапанный. Весь набор необходимых минимальных инструментов по замене колес имеется. Коврики в салоне тоже есть. Также здесь под полом есть небольшой ящичек для разной мелочевки. В двери, на стенке в багажнике тоже ящички есть. Розетка, полезная вещь. В общем, особо здесь говорить нечего. Видно, что за автомобилем ухаживали, за салоном. Вопросов нет абсолютно. Смотрим салон. Место для задних пассажиров здесь в достатке. Обратите внимание, вот сидение водителя примерно на одном уровне с сидением переднего пассажира. Запас есть. Над головой тоже есть запас. Подлокотничек имеется. Очень удобно, что можно регулировать спинку второго ряда по наклону. Но прежде чем здесь удобно уместиться, нужно поднять подголовник. Потому что если он в нижнем положении, то давит спину. Небольшой органайзер между передними сидениями. Точнее, даже не органайзер, а подстаканники. Подлокотник на двери и на сидении практически на одном уровне. Достаточно удобно. Единственное, он немножко коротковат. А в целом неплохо. У нас, повторюсь, комплектация максимальная. Поэтому здесь полностью кожаный салон, черный. И серединка сидения, она еще и с перфорацией. Несмотря на то, что машине 12 лет, повторяюсь, салон в очень хорошем состоянии. Не чувствуется, что здесь курили. В общем, здесь все хорошо. Итак, друзья, самое время для тест-драйва. Немножко пробежимся вначале по опциям. Максимальная комплектация. Здесь кожаный салон, как я говорил. Руль тоже кожаный. На нем управление музыкой. Круиз-контролем, кстати. Климат-контроль. Здесь тоже есть завода. Подогрев передних сидений. Естественно, полный электропакет. И здесь установлен заводской электролюк. Сидение и руль регулируются по высоте. И про парктроники я говорил. Вот именно звуковой и визуальный такой сигнализатор, да, он стоит в салоне на передней панели. Ну, а теперь об ощущениях именно по этому автомобилю. Сузуги Гранд Витара это, сразу скажу, не самый комфортный кроссовер для города. Подвеска немного жестковата, потому что база относительно короткая. И я думаю, что все-таки машина отчасти заточена под езду по такой легкой пересеченной местности. Так вот, на плохой дороге, именно где асфальта нету, там эта подвеска будет себя проявлять очень хорошо. Но здесь автомобиль, как я уже говорил, полностью обслужен. Здесь нет вопросов к подвеске. И поэтому лишних каких-то шумов, всего прочего, здесь, конечно же, нет. У Гранд Витара есть одна особенность, которая мне очень нравится. Ну, машина японской сборки, но так или иначе, японская сборка японской тоже рознь, как говорится. Вот, и Гранд Витара из всех кроссоверов из Японии, мне нравится тем, что она самая сбитая, самая, как будто бы, лучше всех скрученная, да. Вот, и говорят, что это японская Нива. Но между Нивой и этой машиной просто пропасть. 2,4 литра, едет машина неплохо. Сейчас мы будем разгоняться. Обзорность отличная, потому что кузов такой относительно квадратный. Зеркала очень большие, они, кстати, с подогревом. И, кстати, дополнительно здесь устанавливали защиту днища. Она состоит из трех частей, то есть половина машины снизу закрыта прям листами железа. Так, сейчас мы разгоняемся. Мотор очень хорошо слышно. Ну, динамика приемлемая. Я буквально вчера катался на 2-литровой Гранд Витаре. И динамика действительно отличается. Эта машина поживее, пободрее. Вообще, по ощущениям, как будто бы у машины сделана шумоизоляция. Потому что другие японцы в этом плане похуже. Информации точно у меня на этот счет нет. Но с шумкой реально хорошо все. Это даже, так сказать, удивительно для японцев. Потому что улицу мы не слышим. Только шум мотора. У этой Гранд Витары 6 подушек безопасности. И учитывая то, что автомобиль в авариях не был, они на месте точно. И если вдруг, не дай бог, конечно же, произойдет что-то нехорошее, то машина о вас позаботится по максимуму. Я встречал такое мнение, что Suzuki Grand Vitara без системы ESP это уже не внедорожник, а обычная легковая машина. Нашего автомобиля это не касается. Потому что система ESP есть. Диагонального вывешивания автомобиль не боится. Реально полезная штука. Ну, может быть и правда, без ESP автомобиль уже не такой проходимый становится. Диагоналка это реально проблема многих автомобилей. Колеса вывешиваются и сделать уже с этим ничего не можешь. Ну что, друзья, теперь вы знаете, какая машина у нас есть в наличии в автосалоне RDM импорт новосибирский. Про ее отличительные особенности я уже сказал, но думаю, стоит повториться. Значит, здесь один хозяин за все время. Машина полностью в заводском окрасе. Обслуживание только у официального дилера со всеми подтверждающими документами. Это Grand Vitara 2008 года в самой максимальной комплектации. И несмотря на то, что опций здесь и так достаточно много, есть еще и дополнительные. В общем, не машина, а реально сказка, подарок. Если вы ищете себе японский надежный кроссовер с честной историей, в отличном состоянии, то этот вариант действительно для вас. В общем, такой экземпляр у нас имеется. Машина классная. Приезжайте, подписывайтесь на наш канал, заходите на сайт и заходите в наш инстаграм. Спасибо за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok